м привет всем с вами джексон и сегодня мы соберем еще один кит набор и как по другому это назвать радиоконструктор который нам недавно пришел из китая это у нас схема блока питания схема несложная детали тут не очень много у нас тут комплектация к сожалению нет инструкции но по моему это не критично поскольку на печатной плате все хорошо расписано и на крайнем случае на сайте продавца есть инструкция поэтому для меня это не составляет проблемы я сюда купила такой цифровой вольтметр он на светодиоды поэтому будет светиться в темноте эта схема идеально подойдет для лабораторного блока питания тут у нас есть стабилизатор лм 317 и при помощи перемена резистора мы сможем регулировать выходное напряжение питается схема вплоть до 35 вольт максимальный ток 1 ампер для теста буду использовать вот такой вот трансформатор потом скорее всего использовать другой но для теста это вполне достаточно этот я взял из старого магнитофона он по моему на 12 вольт в общем то такая вот схемка сама по себе простая что ее собрать будет не трудно и многие кто умеет паять без проблем не смогут собрать давайте начнем ее собирать я закрепил нашу печатную плату давайте начнем вставлять детали начнем с резисторов их всего то две штуки один у нас на 220 ом второй на 5 1 килоома и кроме того это единственная деталь номинал который нам нужно знать будем проверять при помощи мультиметра у кого нет мультиметра в описании скину ссылку на сайт на котором при помощи цветовой маркировки можно узнать о сопротивлении резистора так берем первый резистор выставляем 20 килоом и проверяем это у нас 4 и 6 килоома достаточно сильно отличается от номинала который указан на схеме 4 и 6 это буквально ну 0 5 килоома точно тут не хватает но возможно косяк в китайском резисторе вставляем какой есть поскольку второй у нас в ломах проверяем второй резистор это у нас 220 ом как указано на печатной плате далее вставляем диоды их тут 5 штук они все одинаковые называются 1н 4007 вот так они выглядят ориентируемся по маркировке вот видите вот тут белая полоска точно такая же полоска у нас на плате поэтому все достаточно легко и таким же образом вставляем вот это у нас кстати мгд мост вот в этом месте недостаточно место чтобы нормально встать диод поэтому мы его таким образом загибаем теперь давайте встаем керамические конденсаторы их тут всего две штуки маркировка у них одинаковая поэтому запутаться не получится вот один у нас находится вот тут и вот второй 104 такая же маркировка как и на конденсаторах далее давайте ставим светодиод он располагается вот тут у нас тут есть плюс и минус и по ножкам ориентируемся длинная ножка это плюс короткая ножка минус то есть со стороны плюсом. Оставляем длинную ножку со стороны минус оставляем короткую ножку все очень и очень просто далее вставляем предохранитель вот так он выглядит располагается он вот тут тут нет никакой полярности вставляем как есть встали часть деталей не забудьте им подогнуть ножки чтобы они не выпали когда мы перевернем плату и теперь можно их понять чтобы их немножко нам не мешали После того, как все впаяли, отрезаем ножки. Теперь вставим транзистор. Вот так он выглядит. Он у нас тут всего один, располагается вот тут. И ориентируемся по корпусу. У нас корпус идет в виде полукруга. То есть такой же полукруг на печатной плате. То есть таким же образом мы устанавливаем транзистор. Теперь вставим полярные конденсаторы. Их всего три штуки. Вот так они обозначаются на печатной плате. Ориентируемся по маркировке. Часть закрашенная белым. Это у нас минус. Часть не закрашенная. Это у нас плюс. И на конденсаторе ориентируемся по ножкам. Длинная ножка. Это у нас плюс. Короткая минус. Или если у вас по какой-то причине ножки одинаково, ориентируйтесь по этой полоске. Со стороны подлоски это ножка. Это у нас минус. Прежде чем вставить стабилизатор, прикрутите его к радиатору, поскольку он греется, и вставляется он вот сюда, вот таким образом. Теперь вставим переменный резистор, выключатели и разъемы, по маркировке на печатной плате все понятно, как вставлять. Я собрал наш кит-набор, вот так он выглядит в итоге, осталось только его проверить. На выходе я подсоединил цифровой вольтметр, на входе у нас наш трансформатор, и давайте включим тумблер. Загорелся светодиод, на цифровом вольтметре появились цифры, это у нас 12 вольт. При помощи переменного резистора мы можем изменить напряжение, в большую сторону вплоть до 16 вольт, но это ограничение трансформатора, можно вплоть до 35 вольт подсоединить трансформатор, и можем уменьшить вплоть до где-то 2,5 вольт, поскольку если будет ниже, будет как бы напряжение, но у нас не будет работать цифровой вольтметр, и светодиод у нас тоже погасит, если мы ниже опустим. Но напряжение по правде есть, просто недостаточно, чтобы питать светодиод и вот этот цифровой вольтметр. Такой кит-нобор мы сегодня собрали. Он достаточно простой, отлично подойдет для лабораторного блока питания. Советовал я бы его новичкам, мне он лично пригодится для питания разных схем, о которых мы собираем. Кому интересно, ссылка на него в описании. А с вами был Джексон, спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok